всем привет лучше но тут и собственно сегодня у нас аравиром червяк на которого меня первый раз потащила соня причем я вообще понятия не имел что там делать и собственно весь заход я сидел только издавался и такие вопросы а как это сделать а как то сделать а это чё а это почему а это как и собственно сначала я как-то это некомфортно себя чувствовал скажем так на этом червяке но это позволило мне задать те вопросы которые будут задавать себе собственно 99 процентов игроков ну и сейчас я постараюсь рассказать про аравирма подробно с расписанием всех тех механик которые я хотел чтобы мне рассказали когда я начинал проходить этого аравирма теперь при желании ты можешь поддержать канал на бусти стань фанатиком рандома в открытый доступ я сливаю все забаненные стримы а в закрытом доступе собственно те видосы которые я не хочу что попали в общий доступ как вот например видос который мне не понравился я его не стал выкладывать на ю тубе это его первая версия или вот допустим как я познакомился с продавцами черной платины и куда приводит тупость собственно почему я всем и говорю никогда не покупать черную платину потому что я сам на себе это испытал в общем если хочешь поддержать канал ссылки в описании давай наверно опустим те подробности что собственно вначале тебе придется выбрать варфрейм а пройти вот эти стартовые миссии первую там это выполнить на открытый локи потом на закрытый потом на открытый потом на закрытый потом получить собственно этот орвиз и когда ты возьмешь орвиз тогда появится червяк если идешь на стальной путь я думаю ты это и без меня уже все знаешь но тем не менее это проговорить это стоило а перейдем мы начиная как раз с орвиза берем орвиз в руки и собственно появляется червь далее садимся на лошадь взлетаем кто не знает на который пробел и собственно летим к червяку и вот здесь начинается первый момент про который мне не сказали видишь шары и я в эти шары стреляю не нужно против них не шифтоваться не уворачиваться ничего делать в них нужно стрельнуть когда ты в них стреляешь получается ты как бы скорость что ли увеличиваешь типа того в общем короче говоря ты быстрее добираешься а шифтуешься ну чтобы ускориться и так я догнал червя загорелась точка а это значит что мне нужно сейчас нажать на левую кнопку мыши то есть выстрелить я схвачусь ну этой паутинкой человека пука и как человек павук присосусь к червю хотя не помню чтобы павук так делал так теперь смотри мы стоим возле вот этого огненного кольца ну большого металлического кольца на простой версии аравирма этих колец нету тут есть зажимаем x и к лицу колесо нажимаем точнее x и колесо делает небольшой поворот если произошел взрыв то кольцо активировано то есть деактивировано если взрыва не произошло нажимаем x и еще раз вот хоп если видел такой как бы взрыв разные стороны теперь нам нужно перейти к следующему кольцу кстати если ты посмотришь в левый верхний угол то ты увидишь индикацию такую куда поворачивать тебе как поворачивать собственно вот этот круги но в процессе я даже не обратил внимание про существование этой фигни как отдалиться видишь я сейчас нахожусь довольно далеко потом дальше ты увидишь на видео что я могу и держаться на этом отдельном расстоянии и это делается на пробел если зажать пробел ты отлетишь от точки и будешь держаться пока ты держишься на расстоянии ты можешь спокойно выбрать точку которая дать ну до которой ты дотягиваешься и спокойно на нее перелететь также выстрелив на левую кнопку мыши смотри оп прицелился на левую кнопку перелетел повторяем дело пробел левая кнопка пробел левая кнопка летит кольцо которое сбивает пробел и возвращаемся на левую кнопку все крутим кольцо dance ничего не произошло dance происходит взрыв кольцо деактивировано она еще перестает электричеством биться я замечаю что от заднее кольцо она тоже деактивировано там есть какая-то стрелочка но она тут пофиг вообще чё она там делает это неважно просто ждешь когда будет вот этот выстрел взрывчик такой и перестанет светиться кольцо после этого крутим отрываемся возвращаемся и снова крутим хоп произошел взрыв все отлично отрываемся на пробел левая кнопка мыши сразу через точки прыгаем через несколько мы спокойно можем в общем-то это держаться ну я пытался держаться долго на пробеле не знаю сколько уж ну держался довольно прилично все последнее кольцо и прыгаем к голове а теперь на x садимся ему на шею похожая система была как ты помнишь о рапополиста тоже мы нажимали на x садились ему на шею начинали управлять здесь такая же фигня на shift мы ускоряем скорость то есть на shift мы можем лететь червем гораздо быстрее подлетаем на левую кнопку мыши сжигаем здание думаю это и так ясно внизу идет шкала времени что она делает ну мне неизвестно напиши в комментах если знаешь мне кто было лень перепроверять все это дело поэтому я сразу лечу в портал и так мы внутри собственно этого дворца замка и начинается бой первое что нам нужно сделать это отстреливать кольца ничего сложного просто отстреливаешь колечки все слетают они очень хорошо когда выбита первое вот это вот наверху ты видишь да вот смотри первая жизнь как бы выбита у червя а здесь появились лошади тебе нужно срочно бежать в центр сесть на эту лошадь и собственно это ты вы вылетишь на лошади зоны поражения зона поражения это зал до колон сейчас поймешь дальше садишься на лошадь летишь колонном вот это главное запомни короче нужно свалить из центра потому что центр сейчас станет сплошной зоной поражения я здесь немножко в общем как к лишней руки рак за лошарил я здесь немножко это отвлекся на запись и собственно маленько сдох вот мы за колоннами и нужно просто отстреливать теперь червяков как только мы отстреляем всех червяков мы продолжим следующую ротацию червяки все расстреляны и мы залетаем на лошади в зал потому что сейчас наоборот видишь все это загоняет нас в центр зала вот эта стена все мы здесь червяки отстреляны мы выжили и в общем-то начинается все снова теперь мы опять расстреливаем кольца нужно сбить ему кольца на спине в принципе для этого можно использовать оружие арчвинга которая появляется в центре зала 5 но я тут что-то забил на это дело и отстреливал его с дробовика и так у нас вышла еще одна полоса то есть вторая жизнь червя как бы и появились летающие глисты этих летающих глистов нужно просто перебить и все я думаю тут в принципе было и так это очевидно после того как летающие глисты отстреляны ну собственно это начинается последняя фаза и нам нужно будет точно также отстреливать ему три кольца на его спине двигаемся выживаем и отстреливаем кольца все последнее кольцо отбита тервитек падает и мы ему подходим и глади ему хороший тервяк хорош и тервяк смотрит 100 блин зачем таким голосом говорю червяк смотрит что общем-то мы хороший чувак и такой ну ладно короче давай этот я понял в общем все как всегда пока не дашь он не успокоится все мы получаем награду и на этом наш червяк пройден но на этом на сегодня все всем спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки заходить на стримы и так далее там подобное всем удачи и всем пока дымайте сами решайте сами иметь или не иметь иметь или не иметь